Каково ваше мнение о причастности разведывательного сообщества МИСИКС, ЦРУ, разведывательного сообщества Украины, к нападению на концерт-концертный зал за пределами Москвы в пятницу вечером? Ну, во-первых, давайте начнем со следующей основополагающей мысли о том, что украинская разведка, особенно ГУР, военная разведка, это тотальная конструкция ЦРУ и МИ-6, британской разведки. Он был полностью обновлен и переработан с 2014 года. Нью-Йорк Таймс написала статью, которая затрагивает эту тему, отношения между ЦРУ МИ-6 и ГУР с 2014 года. В ГУР не происходит ничего, что не было бы известно, одобрено и скоординировано ни с одним из них. ЦРУ или МИ-6. Итак, нам нужно начать с этого основополагающего принципа. ГУР не является независимым органом. Он работает от имени Соединенных Штатов. Точно так же, как эта украинская опосредованная война направлена не на независимость Украины, а на то, чтобы Соединенные Штаты использовали Украину в целях нашей собственной национальной безопасности. Что в данном случае заключается в стремлении к стратегическому поражению из России. Итак, как только мы это поймем, мы начнем копать дальше. Просто для того, чтобы представить ситуацию в перспективе, пока мы говорим, ЦРУ работает с ГУР, чтобы использовать русские националистические группировки для вторжения в Россию. Вторжение в Россию, вторжение в Россию. Это означает, что пятеро русских националистов обучены Соединенными Штатами, оснащены Соединенными Штатами, направляются Соединенными Штатами. Государства, действующие под эгидой украинской разведки, покидают украинскую землю и вторгаются на территорию России, а также в Белгород и Киркук. Теперь они потерпели поражение, но они снова вторглись. Мы здесь говорим не об играх бойскаутов. Мы говорим о военных действиях. И целью этого вторжения, которое началось в начале марта, было сорвать выборы Владимира Путина. Заявлено, что главы этих националистических группировок заявили об этом, и украинская разведка заявила об этом, и это давняя миссия ЦРУ по достижению этой цели. Поэтому мы говорим именно так. Итак, теперь мы знаем, что ЦРУ способна совершать акты насилия на территории России. Итак, теперь мы перейдем к тому, что произошло в Москве. Мы знаем, что эти преступники проникли на территорию России и уже действовали в ней. Они отправились на некоторое обучение в Турцию, а затем вернулись. Судя по времени, они должны были начать свою атаку. Они тщательно обследовали это место. Атака должна была начаться примерно 8 или 9 марта. Почему? Почему именно это место было выбрано именно в этот день? Потому что в этот день выступала российская суперзвезда по имени Шаман на патриотическом концерте, который должно было посетить много высокопоставленных людей. Это должно было произойти именно в этот день, но меры безопасности были слишком жесткими. Поэтому террористы отступили, ушли в подполье и ждали, пока меры безопасности не будут ослаблены. Зачем им было нападать именно в этот день? Опять же, чтобы сорвать выборы и подорвать доверие к Владимиру Путину. Соединенные Штаты утверждают, что они предоставили разведанное. Во-первых, Комитет по разведке США обязан сообщить об этом, когда вы узнаете информацию о готовящемся террористическом нападении, вы должны сообщить объекту о это. Я выполнил свой долг по представлению отчета. Это работает только в том случае, если это делается по официальным каналам. Почему? Потому что вы официально заявляете, что это разведанная реальная сделка. Вам нужно действовать в соответствии с этим. Анатолий Антонов, посол России в Вашингтоне в Соединенных Штатах, говорит, что он сидел там, никто ему не звонил, никто официально не обращался к российскому правительству. Это было сделано по неофициальным каналам, то есть, например, если я, то вы судья, а я юрист, и я предполагается, что я должен передать вам судебный документ. Но я делаю это по официальным каналам. Вот и все. Я не встречаюсь с вами в мужском туалете, не протягиваю вам это и не говорю, эй, вот судья, у меня для вас кое-что есть. Потому что это не настоящий документ. Это не официальный документ. Именно так мы передали разведанной России неофициальная связь, как бы подсовывая их друг к другу. И что, по-вашему, русские должны с ними делать? Если это официально, если это реально, передайте это послу, передайте это главе разведки, сделайте что-нибудь, но не просовывайте это под дверь. Так что, знаете, вот и все. Но это означает, что мы были осведомлены о чем-то. Мы утверждаем, что это было ИГИЛ, куртизанка исламского государства. Это афганское его ответвление. Позвольте мне поговорить об этом всего на секунду. Известная как ИГИЛКА. Правильно, ИГИЛКА. Если быть точным, то это исламская, очевидно, исламская террористическая организация. Эти террористы, прежде чем совершить какие-либо действия, исторически размещали видео или фотографии, на которых они произносят шахаду, то есть клятву верности исламу. Шахады – это своего рода мера предосторожности для джихадистов, и они, как правило, делают это, повышая свой правый индекс. Почему? Ну, потому что это сделал Усама бен Ладен. Потому что это сделал Абу Бакр Аль Багдади. Указательный палец правой руки. А почему так важен указательный палец правой руки? Потому что в исламе левая рука – это рука зла, рука дьявола. Правая рука – это рука Бога, рука добра. Если вы собираетесь произнести шахаду, то это не просто произнесение слов, это действие, это ритуал, и вы должны быть благочестивы. Произносите ее правой рукой. Эти четыре дурака произносили ее левой рукой. Это говорит вам все, что вам нужно знать об искренности их отношения к исламу. Более того, они не были джихадистами, которые стремились попасть на свой истинный север, чтобы принять мученическую смерть на небесах. Это были наемники, которые получили от кого-то деньги за совершение конкретного террористического акта в России. И кто же этот человек? Опять же, люди всегда ориентируются на истинный север, судья. Когда силы специальных операций оказываются скомпрометированными в тылу врага, они направляются в безопасное место, в зону, которую необходимо эвакуировать. Шпионы снова направляются в безопасное убежище. Эти террористы отправились бы в свое безопасное убежище. Так вот, если вы джихадист, то ваше безопасное убежище это рай. Вы отдаете свою жизнь. Эти ребята не отдавали своей жизни. Они отправились на свой истинный север, в Украину. Они отправились на Украину, и у русских есть телефоны. У них есть записи телефонных разговоров. Они отслеживали разговоры в режиме реального времени. Они знают, что общались с людьми по другую сторону украинской границы, чтобы открыть проход через границу. Это означает, что они возвращались к тем, кто их вербовал и обучал, к украинской военной разведке ГУР, что является тем же самым, что и информатор и Ми-6. Америка стоит за этим на 100%. Это военный акт монументальных масштабов. Это акт войны против гражданского населения. Это акт войны беззаконной военной цели. Знал ли Билл Бернс об этом? Знал ли Тони Блинкин об этом? Знал ли Джо Байден об этом? Как далеко по служебной лестнице может зайти нечто подобное, чтобы ЦРУ могло оказать помощь, содействовать или равнодушно смотреть на теракт, в результате которого погибли 140 невинных посетителей концерта в пригороде Москвы? В 1947 году Конгресс Соединенных Штатов провел масштабную реформу разведывательного сообщества США. В 1948 году они дополнили ее законом о секретных действиях. Но по сути ЦРУ через то, что тогда называлось управлением специальных служб, а сегодня называется центром специальной деятельности, является единственным агентством Соединенных Штатов, уполномоченным проводить тайные действия. Секретные действия, чтобы все понимали, запрещены законом. Тайные действия это то, чем вы занимаетесь. Но если вас поймают, вы скажете, о да, у вас было дипломатическое прикрытие, все в порядке, мы это признаем. Тайные действия означают, что нельзя отрицать, что они никогда не должны вернуться в Соединенные Штаты. Этим занимается Центр специальных операций ЦРУ. Именно эти люди готовят националистов к вторжению в Россию. Именно эти люди проводят диверсионные операции в глубине России. Для того, чтобы это произошло, президент Соединенных Штатов после противоречий 1970-х годов, теперь по закону должен быть проинформирован об этом. ЦРУ не может сделать это без получения полномочий исполнительной власти, и он должен подписать так называемое президентское постановление, которое дает ЦРУ разрешение на проведение этой работы. И это постановление должно быть доведено до сведений избранной группы в Конгрессе Соединенных Штатов. Мы называем их банда восьми. Этого требует закон. В прошлом президент имел возможность что-то предпринять, а затем, как вы понимаете, сделать выводы постфактум. Но в любом случае Конгресс должен быть уведомлен, иначе это незаконная операция, это мошенническая операция. Итак, тот факт, что Центр специальной деятельности находится в Украине, нам известен. Они там есть. Они обучают украинцев в ведению нерегулярных боевых действий нетрадиционным методом ведения войны. Это означает терроризм. Борец за свободу одного человека – это терроризм другого человека. У ЦРУ есть миссия, возложенная на него президентом Соединенных Штатов, обучать украинские разведывательные службы террористическим актам. Они называют это нерегулярной войной, нетрадиционной войной. Они занимаются именно этим. Эта операция является частью этого процесса. Теперь ЦРУ из-за возможности отрицания получает определенную свободу действий при получении широких инструкций, а затем выполняет их с учетом специфики, которая может быть неизвестна исполнительной власти. Это часть принципа отрицания, его скрытый аспект. Но пусть не будет никаких сомнений. Президент Соединенных Штатов дал указание Центральному разведывательному управлению осуществить акты насилия внутри России, направленные на подрыв авторитета Владимира Путина и срыв выборов, которые состоялись ранее в этом месяце. В таком случае ЦРУ и, как я полагаю, их коллеги из МИ-6 являются авторами этой бойни. Они, то, что они сделали, это дали указание Украинской разведывательной службе осуществлять действия внутри Украины, имеющие скрытый характер. На территории России. На территории России, чтобы сорвать президентские выборы. Я не могу сказать, знала ли ЦРУ об этой цели или нет. Существует вероятность того, что украинская разведывательная служба выбрала цель, о которой ЦРУ не было известно. Но я должен сказать, что если они атакуют концертный зал, то опять же, вот в чем дело. Специфика предупреждения посольства США от 7 марта, касалась концертного зала, а сроки были указаны во время концерта, который должен был провести шаман. Так что у меня нет никаких сомнений в том, что правительство Соединенных Штатов знало о готовящемся нападении ИГИЛ, они знали, что это было прикрытие на определенную дату. Это говорит мне о том, что ЦРУ точно знало, что происходит. У меня нет доказательств этому, но я просто скажу вам, что знаете, когда вы начинаете сопоставлять факты. Становится ясно, что правительство США, знаете ли, заранее знало об этой атаке, обладало очень конкретной информацией, и они не сообщили русским официально. Они прикрыли свои базы, подсунув что-то под дверь. Мы собираемся, мы собираемся сделать перерыв. Когда мы вернемся, мы перейдем к вопросу о том, насколько опасны угрозы президента Макрона европейской безопасности и миру во всем мире. Но сначала вот что. Как вы на самом деле относитесь к своему финансовому будущему прямо сейчас, сегодня? Стабильному или неопределенному? Несмотря на все радостные разговоры о том, что ФРС и банки хотят, чтобы вы поверили. Я считаю, что 2024 год будет очень нестабильным в политическом и финансовом плане. Это одна из причин, по которой я решил купить физическое золото и серебро, и я предлагаю вам сделать то же самое прямо сейчас. Почему? Потому что во времена экономической неопределенности золото и серебро по праву заслужили репутацию стабильных. Владение драгоценными металлами помогло мне почувствовать себя более стабильным, и это может помочь вам сделать то же самое. Свяжитесь с моими друзьями из Lir Capital и получите от них бесплатное руководство по защите своего состояния. Вы можете связаться с ними по телефону 800-511-4620. Компания Lir заслужила отличную репутацию, помогая тысячам таких же клиентов, как и вы, переводить часть их пенсионных накоплений в Aeros Lir Gold и Silver. Это легко сделать, и это не облагается налогами и штрафами. Не позволяйте застать себя врасплох. Эксперты предсказывают, что рынки могут снова рухнуть. Вы будете счастливы, если у вас будет надежная защита. Так что позвоните по номеру 800-511-4620-800-511-4620. Или зайдите на сайт Lir Gajanop и скажите, что вас прислал ваш друг-судья. Еще одна интересная новость, прежде чем мы перейдем к вашему анализу президента Макрона, это вчерашнее голосование в Совете безопасности организации объединенных наций, в ходе которого в первый раз за это было подано пять голосов, против трех из которых Соединенные Штаты возражали и наложили вето. И одно предложение Соединенных Штатов, которое фактически ничего не значило, и русские и китайцы совершенно справедливо наложили на него вето. А теперь вот это заявление, в котором содержится призыв к немедленному прекращению огня, за которое Соединенные Штаты воздержались. Президент Нетаньяху в ответ отменил поездку своих старших советников в Вашингтон. Каково ваше мнение о том, что там происходит? Ну, я думаю, вы знаете, что здесь есть два аспекта. Во-первых, это аспект национальной безопасности. Соединенные Штаты находятся в глубокой беде. Наша до сих пор непоколебимая поддержка Израиля изолировала нас в глазах всего мира. И за это нас осуждают. Вы знаете, на самом деле в Вашингтоне, округ Колумбия, есть люди, которые, как предполагается, заботятся о благополучии нации Америки. И это означает, что мы должны быть готовы дипломатически продвигаться вперед по пути преодоления этой американской сингулярности. Международный порядок, основанный на правилах, ведет к многополярности, что является реальностью, о которой говорит даже администрация Байдена, и мы должны выяснить, как этого добиться. Для того, чтобы добиться этого, нам нужен глобальный юг на нашей стороне, особенно для противостояния таким странам, как Китай и Россия. Послы со всего мира возвращаются, заявляя, что с нами покончено. Это не так, мы потеряли Арабскую улицу. Мы теряем глобальный юг. Мир теряет доверие к нам. Это все из-за нашей поддержки Израиля. Таким образом, существует аспект национальной безопасности. Я хотел бы верить, что это сыграет свою роль, но мы знаем, что когда дело касается Израиля, мы готовы пожертвовать практически всем. Но есть одна вещь, которой ни один политик не готов пожертвовать ради кого бы то ни было, и это их политическая жизнеспособность, их политическое будущее. Джо Байден баллотируется на переизбрание. И прямо сейчас он знает, что потеряет штат Мичиган из-за пропалестинского арабского населения, которое сосредоточено в сосредоточении в районе Дерборна. Он может потерять и другие штаты. Флорида может превратиться в пустыню. В Тампе есть большая пропалестинская община. Везде, где есть арабские общины, которые дают десятки тысяч голосов, он проиграет. В штате Миннесота он проиграет. В штате Висконсин он может проиграть. Это все колеблющиеся штаты, в которых ему нужно победить, если он хочет удержаться на посту президента. И он знает, что прямо сейчас он их потеряет, если они не предпримут чего-то драматического. И поэтому эта резолюция позволяет Соединенным Штатам создать дипломатическое прикрытие, чтобы сказать, «Послушайте, мы не остановили это. Мы позволяем этому продолжаться». И это позволяет Джо Байдену сказать, «Я серьезно отношусь к этому. Я хочу, чтобы было принято решение о прекращении огня». Но это было сделано не для палестинского народа. Это было сделано не по правильным причинам. Это было сделано ради внутренней американской политики, политического эгоизма, и это было сделано потому, что, как вы знаете, у Соединенных Штатов буквально нет выбора. Потому что нас осуждают за это. Но резолюция не принуждает. В ней говорится, что вы должны это сделать. Но тогда возникает вопрос, что случилось с Израилем, который говорит, «Мы не будем этого делать», связанный песок. Что дальше? Это не решение главы. У нас нет полномочий для военных действий. Так что реальный вопрос заключается в том, что произойдет, когда Джо Байдену придется столкнуться с тем фактом, что Израиль не выполняет свои обязательства. В этот момент нужно либо смириться, либо заткнуться. Мы должны либо прекратить продавать им оружие, либо прекратить финансовую помощь, либо все это просто пустая риторика. Вот мнение адмирала Кирби о том, является ли это обязательным для Израиля и всего мира. Генеральный секретарь ООН заявил после голосования, что эта резолюция должна быть выполнена. Вы говорите, что она не имеет обязательной силы. Так кто же здесь прав? И если она не имеет обязательной силы, если, как вы говорите, это ничего не меняет, то почему администрация блокировала так много довольно похожих резолюций в прошлом? Потому что они не осудили Хамас. Я уже неоднократно говорил об этом. Это также не осуждает Хамас. Потому что они не осудили Хамас, и потому что они также просто призвали к прекращению огня, никак не связанному с заложниками. Причина, по которой мы не можем поддержать это предложение, но не наложили на него вето, заключается в том, что оно действительно связывает заложников и прекращение огня, что соответствует нашей политике. А что касается обязательности, то она обязательна или ни к чему не обязывает? Это решение не имеет обязательной силы. Скотт, какой в нем толк, если оно не имеет обязательной силы? Это чисто политическое прикрытие. Я имею в виду, вы видели, как он отбивал чечетку? И иногда мне становится жаль Джона Кирби. Не всегда, но когда ты выступаешь перед публикой, чтобы защитить его, понимаешь что-то, что невозможно оправдать, понимаешь? Мне становится жаль Джона Кирби. Он. Это пустое решение. Оно не имеет под собой никакого веса. Это чисто политическое решение. Оно противоречит само себе, как он сам сказал, мы отклонились от него, потому что в нем не осуждается Хамас. Ну что же, это никак не связано с мамами. Ну да, но это привело к чему-то другому. Да. Правительство США прямо сейчас находится в затруднительном положении. И в вопросе Израиля и Газы печальная реальность такова, что еще десятки тысяч палестинцев умрут до этого. Дело сделано. Потому что... Что это за предложение президента Макрона отправить двух французских военнослужащих в Украину? В чем будет заключаться значимость или незначительность двух войск? Это верблюжий нос под палаткой, если процитировать вас, потому что он действительно хочет отправить 20 солдат. Ну, во-первых, просто для того, чтобы американский народ понял, что ваши слушатели понимают, насколько это серьезно, французский полк, приблизительная численность которого будет необходима для того, чтобы довести численность 700 французских солдат, находящихся в настоящее время в Румынии. До уровня 2000 человек. О чем я пишу в этом меморандуме, это было опубликовано Организацией ветераны разведки для ветеранов-профессионалов разведки за здравомыслие меморандум, который был опубликован на днях. Они были уведомлены о развертывании. Значит, это все на самом деле. Это не гипотеза, это не подделка, это реально. Так каковы же будут последствия? Я называю это верблюдом под ну вы знаете под палаткой, потому что есть старое арабское выражение, которое не позволяет верблюду совать нос под полок палатки. Потому что второй, который нос входит внутрь, и весь верблюд входит внутрь. Эти 2000 человек сами по себе ничего не делают. Украина, вы теряете более 1000 человек в день. Таким образом, отправляя 2000 французских солдат в Украину, Украина выигрывает два дня. Вот и все. Но это не 2000 год. Это означает больше, чем заставить других членов НАТО вести войска, цель которых состоит в том, чтобы превратить эти два в 60. Таково заявление польский политик, я полагаю, либо министр иностранных дел, либо президент, 60 лет. Который, по моему мнению, может быть преобразован в силы НАТО и де-факто оккупировать западную Украину силами НАТО. И если все пойдут туда, это хорошая идея. Именно это нам и нужно сделать. Французы говорят, да, нам нужно предпринять решительные действия. Дамы и господа, это является актом войны. Россия заявила, что это акт войны. Россия уничтожит этих 60 человек, и если вы хоть на секунду подумаете, что НАТО позволит русским убить двух французских солдат или 60 солдат НАТО, ничего не предпринимая, ты ошибаешься. Они ответят, чтобы защитить это. Это означает, что они нанесут удар по базам, откуда прилетели российские самолеты, уничтожившие эти силы НАТО. Некоторые из этих баз имеют двойную цель. У них есть обычные бомбардировщики, которые уничтожают украинские цели, и ядерные бомбардировщики, стратегические силы, находящиеся в резерве на случай ядерной войны. Российская ядерная доктрина гласит, что если обычная держава атакует Россию таким образом, что это ослабляет ее стратегическое ядерное сдерживание, то это является красной чертой, которая это может привести к ответному ядерному удару России. Мы здесь говорим о ядерной войне, и она идет в автоматическом режиме, что означает, что как только она начнется, она не прекратится до тех пор, пока не наступит конец света. Она идет в автоматическом режиме. Вот почему мы опубликовали этот меморандум, потому что как американец, я хотел бы по крайней мере перед смертью в ядерный холокост. Я бы хотел, чтобы Конгресс и мои представители обсудили это. Это то, чего мы хотим? Хотим ли мы, чтобы Франция взяла под контроль нашу национальную безопасность и инициировала действия, которые приведут к обмену американским и российским ядерным оружием? Я бы хотел, чтобы Конгресс обсудил этот вопрос. Я бы хотел, чтобы президент сказал, да, я поддерживаю это или нет, я не поддерживаю это. И если вы не поддерживаете это, возьмите телефонную трубку и скажите Макрону, чтобы он ушел в отставку, потому что Америка не поддержит это. Это те вещи, которые необходимо обсудить. Прямо сейчас они не обсуждаются. Франция работает на полном автомате. Дамы и господа, они только что мобилизовали полк и отдали ему приказ быть готовым к отправке в Румынию с целью развертывания на Украине. Как только это произойдет, мы начнем действовать в автоматическом режиме. Все в порядке. Меморандум, о котором вы говорите, автором которого являетесь вы, подписан многими нашими коллегами, Карен Кутковски, Мэттом Хоа, Рэем Магаверном, Ларри Джонсоном, полковником Макгрегором. Кстати, я хочу отметить, что это первый раз, когда полковник Макгрегор подписал меморандум для важных персон. Так что это действительно очень важно. Так оно и есть. Это действительно очень важно. И, конечно же, для вас, мы опубликовали это на сайте JudgeNap, и мы находимся на сайте judgenap.com. Мы также разместили это в разделе видео о свободе судейства, где вы можете прочитать слова и послушать, как они произносятся. Оно не очень длинное, но очень глубокое. Это меморандум президенту Соединенных Штатов, указывающий ему на потенциальные катастрофические опасности, связанные с размышлением президента Макрона. И из того, что только что озвучил Скотт, мы теперь знаем, что это нечто большее, чем просто размышление. Он на самом деле задействовал рычаги власти, чтобы привести это в действие. Вопрос, могло ли это произойти без согласия других западных лидеров, в частности, президента Соединенных Штатов или кого-либо от его имени? Ну что же, причина, по которой это происходит, заключается в том, что Макрон, Франция и Европа чувствуют себя покинутыми Соединенными Штатами. Виктория Ньюленд, Джейк Соливан, Тони Бланкин и сам президент попросили их активно выступить в поддержку Украины. И они сделали это, несмотря на то, что изначально им не хотелось выступать. Но по мере того, как они продвигались вперед и принимали на себя обязательства, они всегда понимали, что Америка будет рядом и поможет им справиться с этим бременем. Америка отступала по целому ряду причин, первая из которых заключается в том, что Конгресс присвоил средства, которые должны были поступить в Украину для внутриполитических целей. И вот теперь Европа осталась одна, и это вызывает гнев со стороны Макрона, разочарование, потому что, если он откажется от того факта, что европейский эксперимент, что НАТО, европейская часть НАТО, это не более чем карточный домик, пустая оболочка становится реальностью. И он не может себе этого позволить. Европа не может себе этого позволить. Им нужно поддерживать представление о том, что они имеют значение. И поэтому то, что они делают прямо сейчас, это пытаются сказать, что мы важны. Он поговорил с Шульцем, он поговорил с опросами общественного мнения, он поговорил с британцами, он поговорил с болтами, он поговорил с чеками. И они сказали, что мы не хотим быть лидерами в этом вопросе. Но если вы будете лидерами в этом вопросе, мы это сделаем. Следуй за мной. Таким образом, это своего рода игра в прятки. Сейчас Макрон мобилизует войска. Он собирается отправить их в Румынию. А затем он собирается спросить, теперь, когда у меня есть бригада из двух человек в Румынии, кто присоединится ко мне? И тогда нам придется ждать, пока болты пришлют роту, может быть батальон, поляки могут прислать что-нибудь, и затем они доводят это число до 12-20. А затем переходят на азартные игры, надеясь, что Россия не нападет на них. И как только они перейдут границу, вы увидите контингент, прибывающий из других стран НАТО, коалицию из 60 желающих создать альянс. Так что, по сути, они делают это без участия Соединенных Штатов. Опросы общественного мнения призвали Америку направить войска в Польшу, чтобы усилить там американский контингент и высвободить войска для этих целей. Байден сказал нет, мы не отправляем эти войска, но ни в коем случае, поскольку Байден сказал кому-либо из этих игроков отказаться от этой абсолютной бессмыслицы от отправки войск в Украину. Неужели французы и их европейские коллеги настолько наивны, что думают, будто русские не будут в них стрелять? Так оно и есть на самом деле. Они действительно верят, что среди многих людей существует мнение, что Россия блефует, что Россия — это все, что Россия кричит волком о ядерной доктрине и так далее. Что Россия не будет применять ядерное оружие, что Россия не рискнет развязать войну и что они отправляют эти войска в Украину в статусе некомбатантов. Что означает, что они не направляются на линию фронта, а скорее собираются занять позиции в украинском тылу, которые освобождают украинские силы для ведения боевых действий. Передали, что Россия не нападет на них, потому что они не находятся в прямом контакте друг с другом. Они считают, что Россия блефует. Я думаю, что Россия послала сигнал прошлой ночью, когда они уничтожили аэродром на польской границе и железнодорожную линию. И вы знаете, чего они не делали уже давно или вообще никогда. И они, русские, говорят, «Мы знаем, как вы сюда попали. Мы знаем, как это делается. Если вы перейдете границу, мы убьем вас всех». И Россия не только заявила об этом, но и прямо заявила, что если француз ступит на территорию Украины, то это будет мертвый француз. Мы убьем их. Очевидно, все думают, что Россия блефует. Позвольте мне просто внести ясность. У меня большой опыт общения с русскими. Они не блефуют. Они в буквальном смысле слова не блефуют. Я хочу вернуться к нападению на московский концертный зал. Можете ли вы связать точки на дай, или есть какие-либо доказательства, с помощью которых можно связать точки между хвостоством Виктории Ньюланд и угрозой за две недели до ее ухода с должности о том, что нас ждет неприятный сюрприз для президента Путина, и это нападение на невинные молодые люди на концерте. Я думаю, что Виктория Ньюланд была осведомлена о том, что Соединенные Штаты разработали программу по срыву выборов Владимира Путина, используя украинскую разведку в качестве посредника. Я думаю, что она была в целом осведомлена о том, что эти русские националисты, эти пятеро русские националисты собирались вторгнуться в Белгород и Курск. Она была осведомлена об этом. Она была в целом осведомлена о том, что украинцы собирались совершить акты саботажа и насилия внутри России, независимо от того, знала она об этом или нет, что касается конкретной цели. Я не могу этого сказать, за исключением того, что в заявлении посольства США указаны концертные центры, указаны конкретные концертные центры. Так что знаете, что бы я хотел сделать, так это вызвать ее в суд и заставить предстать перед Комитетом Конгресса под присягой и задать ей эти вопросы. Потому что это осудило бы не только ее, но и всю администрацию Байдена и, соответственно, все Соединенные Штаты как террористическую нацию. Я имею в виду, что мы те ребята, которые утверждают, что ведем глобальную войну с терроризмом. Мы сами стали террористами. Я надеюсь, люди это понимают. Мы сами стали террористами. Мы несем ответственность за то, что привели в движение события, кульминацией которых стало это ужасное нападение в Москве. Так оно и есть. Если бы мы не начали все это, если бы мы не обучали украинскую разведку, если бы у нас не было президентской директивы сорвать выборы в России, я хочу напомнить вам. Сорвать выборы в России. Все это говорит о том, что русские вмешиваются в американские выборы. У нас есть президентский указ, предписывающий ЦРУ сорвать президентские выборы в России, и Америка собирается это сделать. Ну и что? Ребята, мы террористическая нация, и Виктория Ньюлан знает об этом, потому что она является террористической организацией и должна быть привлечена к ответственности. Действительно ли украинская армия потерпела крах или находится на грани краха? И если да, то разве это сражение больше не является опосредованной войной? Действительно ли сейчас идет борьба Запада против России, НАТО против России? Послушайте, единственная причина, по которой Франция говорит об отправке этих войск, заключается в том, что они хотят создать условия, при которых у них будут силы растяжки, при которых они сохранят остатки Украины, которые будут отключены пределы российской военной оккупации. Россия, российская армия прямо сейчас находится в процессе создания так называемой Днепровской речной флотилии. Это силы численностью в одну дивизию, задачей которых является патрулирование реки Днепр и контроль над ней. Прямо сейчас Россия не контролирует реку Днепр. Зачем им создавать флотилию, которая будет готова этим летом, именно для этого? Потому что эта война достигла той фазы, когда украинская способность удерживать оборону, которая у них есть сейчас, исчезла. Все говорят, что они терпят крах. Это будет стремительное отступление обратно к Днепру. На данный момент Россия контролирует реку, которая является важным географическим барьером. Они также создают две общевойсковые армии, которые в сочетании с силами, которые будут высвобождены в результате создания линии реки Днепр, позволят им атаковать в направлении Картиково и в направлении Одессы. Это происходит на самом деле. Это происходит прямо сейчас. Эта война переходит в фазу, которая может произойти только с падением украинской армии. Вот почему Макрон паникует, говоря, что мы должны отправить французских солдат. Прямо сейчас мы находимся на той стадии, когда украинская армия каждый день сдает деревню здесь. Они сдают деревню там, они сдают деревню. Потому что они не могут их удержать, и у них ничего не осталось. Я думаю, что очень скоро мы увидим отвод войск к линии реки Днепр, и это позволит высвободить российские силы. А затем они двинутся дальше и захватят, как я уже сказал, Харьков, Одессу. И если на пути встанут французские войска, они погибнут. Как вы думаете, через шесть месяцев Россия выступит против НАТО? Я надеюсь, что нет. Я надеюсь, что НАТО достаточно умно, чтобы понимать, что мы не можем противостоять России ничем, кроме ядерного оружия. Ну что же, очевидно, что они недостаточно умны в свете того, что делает Макрон и в чем его коллеги готовы его поддержать, этой критической массы в Румынии. Ну, я имею в виду, еще раз, давайте внесем ясность. Я думаю, то, что здесь происходит, это игра в цыпленка. Я имею в виду, что это похоже на то, как я и группа моих друзей, когда мы учимся в старшей школе, идем в карьер и смотрим вниз на обрыв с водой, и каждый из нас я прыгну. Если ты прыгнешь, я прыгну, если ты прыгнешь, но никто не собирается прыгать, потому что мы все трусы и будем сидеть сложа руки. Ну что же, если вы не будете прыгать, то и я не буду прыгать. Тогда мы сами себя отговорим от этого. Я надеюсь, что именно так все и произошло. Я надеюсь, что Макроун отправит войска в Румынию, а потом он сядет там и скажет, кто поедет со мной, а кто прыгает. И я надеюсь, что все остальные, кроме прибалтийских стран, немедленно отправят своих маленьких Чихуахуа присоединиться к нему. Но кроме этого, я не думаю, что приедет кто-то значимый. И я надеюсь, что с помощью действий, подобных этому меморандуму и так далее, мы заставим Соединенные Штаты сказать, будьте как взрослый человек, который приходит в суд и говорит, вы все не прыгаете. Вам не удастся совершить этот прыжок. Этого не произойдет, идите домой. Я надеюсь, что именно это и произойдет. Но проблема в том, что подобно глупым подросткам, как только один прыгает, прыгают и все остальные. И в этом-то и заключается опасность, с которой мы здесь сталкиваемся. Но это еще не неизбежно, потому что я все еще думаю, что вокруг Макрона есть военные профессионалы, которые говорят им простые вещи. Эй, босс, мы не можем этого выдержать. Мы переправили двух парней через границу. Откуда берется топливо? Откуда берутся боеприпасы? Откуда берется продовольствие? Если мы вяжемся в перестрелку, у нас закончатся боеприпасы через три дня. У нас ничего нет. У нас нет возможности обеспечить это материально-техническим обеспечением. У нас есть четыре самолета, которые мы можем доставить в Украину. Они будут сбиты, когда аэродром будет восстановлен. Тогда у нас ничего не останется. Мы не можем, у нас нет военных ресурсов, чтобы сделать это. И надеюсь, немцы тоже говорят Шульцу, что мы не можем этого сделать. Опросы общественного мнения говорят, эй, босс, у нас нет войск. Мы не обучены этому. НАТО не может этого сделать. Такова реальность. Они могут притвориться, что делают это сами. Они могут инициировать процесс, который выглядит хорошо на бумаге в течение пары дней. Но когда дело доходит до реальности, помните о тактике, операциях — это для любителей. Логистика — это для военных профессионалов. И с точки зрения логистики НАТО просто не может вмешиваться в дела Украины. У них нет необходимых ресурсов. Как вы думаете, понимает ли американская общественность, насколько мы можем быть близки к войне, в которой европейские лидеры ожидали бы, что мы придем им на помощь? Войне, в которой они не могут участвовать. Ну в общем, мы изначально вызвали это. Но теперь они усугубили ситуацию этой критической массой войск в Румынии. Нет, если бы американский народ знал об этом, миллионы людей вышли бы на улицы прямо сейчас, требуя, чтобы этого не происходило. Я бы очень на это надеялся, потому что я не верю, что американский народ склонен к коллективному самоубийству. Я действительно верю, что американский народ часто бывает коллективно глуп, но вы можете преодолеть глупость, приобретая знания и информацию, именно поэтому мы написали меморандум. Но я хотел бы верить, что как только американский народ поймет, что мы автоматически движемся к ядерному уничтожению, что если мы не если мы ничего не предпримем, чтобы остановить это, то вероятным результатом будет то, что они не переживут лето. Все вы, ребята, прямо сейчас планируете летние каникулы, и все закончится ослепительной вспышкой, если мы не остановим это, если мы не остановим это безумие. Если бы американский народ знал об этом, он вышел бы на улицы, они заполнили бы миллионы людей, окружили бы город. Белый дом, Центральный парк в Нью-Йорке были бы переполнены. Сан-Франциско будет закрыт, потому что американский народ должен выйти, встать и сказать не просто нет, но черт возьми нет, только не от нашего имени. Но это не так. Они все сегодня встают, готовятся, идут на работу, живут своей жизнью так, как будто ничего не происходит. Происходит. Что произойдет с НАТО, когда всему миру станет очевидно, что Россия нанесла ей поражение? Это конец НАТО. На самом деле я заканчиваю работу над книгой под названием «Украина и конец НАТО», потому что Украина — это конец НАТО.